В Шемкенте поставили точку в резонансном деле об изнасиловании 7-летнего мальчика из поселка Абай. К уголовной ответственности привлекли 16-летнего подростка. Он проведет ближайшие 7 лет в колонии общего режима. Судебный процесс длился 4 месяца и проходил в закрытом режиме с участием присяжных. Вахром Абдулаев присутствовал на вынесении приговора и готов рассказать подробности. Пару часов назад в Шемкенте завершилось самое громкое судебное разбирательство. Весной прошлого года женщина пожаловалась правозащитникам, что ее 7-летнего внука неоднократно насиловала группа старшеклассников. Она рассказала, что не может прекратить надругательство из-за вмешательства влиятельных людей. Только при помощи общественности удалось добиться расследования. Прессу впустили лишь на оглашение приговора, но снимать не разрешили. Подростку 2002 года рождения отдали 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Его мать, услышав вердикт, впала в истерику и начала сыпать проклятиями. А ведь, как выяснилось, еще один сын этой женщины мог получить срок. Только один подросток предстал перед судом, так как по закону уголовную ответственность за сексуальное насилие несут только лица, достигшие 14 лет. Так что еще трое старшеклассников избежали ответственности, в том числе младший брат осужденного. Подсудимый с младшим братом и соседом 2004 года рождения обманным путем привели мальчика в общественный туалет во дворе школы номер 73 имени Женибекова, где учится потерпевший и, применив физическое насилие, совершили в отношении него сексуальные действия. Факт изнасилования подтвердили многочисленные экспертизы. 14 специалистов из разных стран пришли к этому выводу. Сторона защиты заявила, что будет оспаривать приговор. Так что впереди апелляция. А также уголовное расследование в отношении лиц, препятствовавших установлению справедливости. Перед судом могут предстать полицейские, педагоги и врачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова